и для меня еще раз большая радость и честь быть с вами мы буквально вчера ли позавчера вернулись отпуска такого у нас был необычный отпуск мы около 12 тысяч километров проделали на машине там по всей европе так довольно интересно довольно интересно поучительно утомительно вдохновительно всегда хорошо возвращаться домой свою родную церковь я честно гриб по всем по вам соскучился я хотел бы сегодня говорить вот на какую тему я назвал свою проповедь так выигрывай с тем что тебе раздали или играя тем что тебе раздали вы знаете нам да 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 играя тем что тебе раздали вот о чем я хотел поговорить я хотел поговорить вот на какую тему что вы знаете нам хочется меняться нам хочется побеждать жизни но но очень такая естественная тенденция люди готовы давать сумасшедшие деньги чтобы измениться не меняясь правда же вот вот как так поменяться чтобы тебе это ничего не стоило или скажем так они еще таких простых ответов и я за простые ответы я сам очень люблю просто проповедовать но я не за упрощенные ответы знаете вот такая таблетка сделай что-то простое и все то есть и вот хочешь английский язык вот какие вот как бы курсы найти чтобы два дня учить и выучить язык и и ты готов я скажу тебе что есть такие курсы нужно сумасшедшие ты готов задать сумасшедшие деньги ну чтобы сделать чтобы ничего не делать чтобы измениться да то есть как вот похудеть как как язык выучить как еще что то то есть нам хочется каких-то быстрых перемен но быстрых простых ответов но не всегда простые ответы настоящие ответы знаете когда у людей настоящие проблемы не приходят тебе и конечно можно сказать иисус ответ на все ну спасибо помог уходи в церковь читай библию молись и все будет хорошо по сути правильный ответ да но жизнь она немножко больше сложнее и надо как-то ну объяснять и нам бы хотелось что пришел что-то увидел победил и вышел победа но победа часто это процесс это это какой-то труд это что-то от тебя требует да и жизнь она гораздо сложнее чем просто такие простые ответы вы со мной друзья я хочу чтобы вы посмотрели со мною псалом 138 14 стих и здесь давид пишет так славлю тебя господь потому что я дивно устроен скажи я дивно устроен я должен сказать олег дивно устроен и мы сей давид был дивно устроен то есть что значит дивно устроен библия что в тебе но не так все просто нет ничего простого в тебе ты довольно дивный сложный ты многогранен как шрек помните да то он говорит многогранен да то есть тебя нелегко понять тебя нелегко объяснить есть очень много разных факторов твоей жизни если очень много разных вещей которые делают тебя тобою и давид здесь пишет господь я тебя славлю потому что ты сотворил меня чудесно сложно и здесь мужья и жены и сидите рядом мужья шептите жену и жене на ухо дорогая ты чудесно сложная ты чудесно сложная а затем жены поверни скажет а ты удивительно простой да правда так бывает что женщина не как-то мы все давид как я удивительно я сложный но женщины как-то сложнее чем мужчины но на самом деле библия что мы все прекрасно сотворены да то есть и есть еще одно местописание экклезиас 7 глава 18 стих в синодальном переводе она чуть непонятная вот потом я взял новый русский финальный природе звучит так хорошо если ты будешь держаться одного и нет снимать руки от другого потому что кто боится бога тот избежит всего того ну как бы так когда такие из местописания что думали как это другой перевод надо почитать а другой перед горит так хорошо придерживаться первого совета и не упускать из виду второго совета боящийся бога будет избежит всех бед еще один период говорит что человек который боится бога он берет ответственность за всю реальность а не только за часть этой реальности а твоя реальность она такая многогранная и на самом деле есть пять основных факторов твоей жизни не один а целых пять которые влияют напрямую на твою личность а то кто ты есть слышали притчу талантах на 1 самых часто цитируемых притч где иисус рассказывает что один господин он уезжая в долгую далекую страну раздал одному 10 талантов другую пять талантов третьим один талант и потом когда я вернусь я спрошу вас отчет и он приходит и спрашивает что в этой притче уникальны в этой притче уникальны то что всем было дано по-разному и здесь несколько может таких выводов сделать во первых ты не будешь нести ответственность за те таланты которые тебе не даны правда же ты не будешь судим богом за возможности которых тебя никогда не было но бог будет спрашивать нас и оценивать нашу жизнь за то что ты сделал с тем что тебе было доверено затем что ты сделал всем что тебе было поручено что тебе поручили и суть этой причина в том что он мы не имеем одни и те же таланты у нас с тобой разное прошлое у нас разные боли мы не имеем те же одинаковые проблемы мы не имеем одинаковый потенциал в общем то может что одно общее бог нас любит и бог нас спас да слава богу за это а все остальное разное но есть пять факторов или пять карт которые создают твою личность ты эти факторы не выбирал ты за них не голосовал это просто как данность ты не выбирал свои таланты ты не выбирал каких талантов у тебя не будет кто из вас когда-то играл в карты честно ай-яй-яй-яй я я чувствую себя гораздо более комфортно теперь знаю что многие играли в карты и ты знаешь когда ты в карты играешь да там в дурачка или в подкидного или все ты там играл тебе приходится играть тем что тебе раздали и был у тебя такое что тебе там раздали ты смотришь душе какая шваль как с этим выиграть вообще как то что и ты не выбирала ладно можно было из колоды выбирать тузов бы набрал бы себе да то есть а то тебе такое вот такое досталось и я хочу вот именно из этой метафора жизни сегодня проповедовать потому что есть некоторые вещи в твоей жизни которые ты не выбирал ты не выбирал своих родителей или как ты же не голосовал хочу семей обрамовича родиться пришлось родиться семье поповича ты не выбирал когда тебе родится ты не выбирал как ты рожался, ты не выбирал свою расу, ты не выбирал свои таланты, ты не выбирал талантов, которых у тебя не будет. Есть много вещей, которые делают тебя тобою, и ты этого не выбирал. От тебя это не зависело. Библия говорит о многих факторах, которые нам даются в жизни, которые делают нас нами, а мы их не выбирали. Я хотел бы вот про пару таких факторов говорить. Но прежде чем мы про эти карты поговорим, которые тебе раздали, и как с ними выигрывать, и как с ними играть. Хотел бы пару вещей сказать. Каждый из этих факторов представляет собой вещь, которую делает нас нами. И каждая из этой карты является проблемной. Потому что мы живем на планете Земля, а грех он как-то так с Землей что-то сделал. И каждый из этих факторов он омрачен грехом. Он несовершенный. Потому что, удивитесь, вы не удивитесь, на нашей Земле ничего не совершено. Есть люди, которые поклоняются, то идеалу совершенства потом они все время разочарованы ходят. Потому что нету совершенной работы, нету совершенных отношений, нету совершенной... Погоды совершенной и то нет. Ну как бы она есть, потом она опять несовершенная. То есть, в этом мире все не так как-то работает. Погода нарушается, землетрясения, тайфуны, ливни, дожди. Экономика не работает. Не только у нас, оказывается. По многих местах не работает. Тело время от времени что-то не так срабатывает как-то. То есть, никто не имеет идеального тела, ну, может, кроме меня. Нет идеальных отношений, да. То есть, мы понимаем, мы говорим, что два несовершенных человека не могут построить совершенные отношения. В этой жизни проблема людей, которые поклоняются идее совершенства, они хотят увидеть рай на земле. И хочется как-то по щекам и говорить, эй, брат, ты еще не в раю. Знаете, люди, которые поклоняются идее совершенства, они разочарованы, потому что это в раю не будет слез, это в раю не будет проблем. Ты еще на земле. А на земле всякое бывает. Скажи, следует, ты не в раю еще, это земля. Все работает как бы... На небесах все корректно. На небе нет печали, нет слет, нет испытаний, нет бед, нет боли, нет давления, нет конфликтов, нет инфарктов, нет аллергий. Но земля – это не рай. Мы должны молиться, будет воля Твоя на земле, как на небе. Почему мы должны так молиться? Потому что это еще не небо. Понятно, да? И второе, что мы знаем, слава Богу, второй фактор, что Иисус Христос пришел на эту землю, спасти нас, Он наш Спаситель. И не только спасает нас от наших грехов, Он не только спасает нас, что мы можем пойти на небо и не идти в ад, Он спасает нас также от самих себя. Он хочет спасти тебя от самого себя, от тебя. Бог послал Иисуса, чтобы вот эти карты изменить, которые тебе раздали, чтобы изменить эту колоду, чтобы вот в твою раздачу включить выигрышную карту. И так, чтобы даже смотришь на то, что тебе раздали на эти шестерки, на эти вот эти, как бы, думаешь, о, ну у меня есть здесь такая карта, которая сделает меня победителем. И как победить играет тем, что тебе досталось. И третье, что Писание учит нас, что в один день, мы уже об этом говорили, мы будем давать отчет пред Богом о том, как хорошо мы играли. Ты не будешь давать отчет за мою жизнь, я не буду давать отчет за твою жизнь, потому что у каждого была разная раздача. Но Бог знает, что я тебе что-то доверил, тебе что-то досталось, и ты отвечаешь за то, как ты живешь свою жизнь, как ты играешь тем, что тебе было доверено. И четвертая, последняя хорошая новость, что Библия говорит нам, как научиться выигрывать с тем, что тебе раздали. Как превратить эти карты в выигрышную комбинацию. Поэтому я сегодня могу говорить про четыре карты. Первые четыре карты депрессивные. Дождись пятой карты, потому что пятая карта все меняет. Договорились? Договорились или нет? Договорились. Хорошо. Итак, первый фактор, который влияет на нашу жизнь, я называю это нашей биохимией. Скажи, биохимия. Что такое биохимия? Это твои хромосомы, твоё ДНК, твои гены, твои гормоны. Это твой биохимический состав. На самом базовом биологическом уровне это ты и всё твоё тело. Всё, что происходит с тобой в жизни, ты заметил, происходит в твоём теле. А тело состоит из химических элементов. Знаете, некоторые из нас, скажем, родились с повышенной чувствительностью к боли. Ну, ты как принцесса на горошине. Чуть-чуть тебе больно, ты прям вот боль терпеть не можешь. Другие из нас, у нас вообще такой пониженный порог боли, что тебе полпальца отрубило утром, ты к вечеру заметил, что-то с пальцем порезал где-то. То есть кто-то терпит так, кто-то терпит так. То есть у кого-то кто-то гипертоник, кто-то активный, кто-то более спокойный. Некоторые из нас родились на низком уровне энергии. Может, у некоторых детей не такие, может, знаешь, тихонечко где-то играют в уголке, их не видно, не слышно. Другие, как эти электровиники, они бегают, они всё переворачивают. Это как-то с детства, это не то, что их там учили, ты так, ты так. Это как-то внутренние какие-то вещи, что-то это не является правильным или неправильным. Это просто так сложилось. Знаешь, каждый из нас имеет какие-то структурные, химические слабые места в наших телах. Некоторые из нас имеют предрасположенность, там, скажем, какой-то диск из спины всё время выскакивает. Чего он выскакивает, непонятно. Это нехорошо, неплохо, но вот как-то так вот получилось. Я смотрю, некоторые из вас в очках сидят, некоторые без очков. Это нехорошо и неплохо, это, ну, предрасположенности есть какие-то. Знаешь, у некоторых из нас, у них музыкальный слух вот такой, прям ты слышишь, у некоторых медведь наступил на ухо. То есть у некоторых хороший слух, у некоторых не очень хороший слух. То есть кто-то слышит, кто-то не слышит. Я недавно слышал историю, один брат пошел, у него со слухом были проблемы, он пошел проверяться к уху горло-носу, его там исследовали, и оказалось, знаете, какая вещь, что он говорит, плохо слышит слова или тон, и тон, который он плохо слышит, как раз на этом тоне жена говорит. Жена говорит, это про моего. И скажем, если у тебя какой-то дефицит кальция в твоем организме, ты будешь иметь хрупкие кости, независимо от того, как ты их положительно бы не думал, связывал, развязывал, кальция мало, хрупкие кости. Если мало гормона эстрогена, тестостерона или дефицит железа, или любого другого химиката, это будет сказываться. Сказываться на твоей эмоциональности, на психике будет сказано. Это будет влиять на нас физически. Алло, я сильно сложно говорю, да? Ну просто, что я хочу сказать, мы разные. Я уже говорил, что давно уже читал одну такую статью про окситоцин. Знаете, кто есть такое, окситоцин? Такое химическое вещество, которое создает соединение, химическое вещество, которое связывает нас с другими людьми. Тебе легче. Которое вот интересное вещество, которое вырабатывается в нашем организме. И если у тебя его много, тебе легко налаживать связи. Если его мало, ты такой вот одиночка, партизан. Когда ученые изучали, статья была о том, что ученые изучали этих полевок. Знаете, такие вот эти полевки, такие бурундучки, которые... Чем они более уникальны? В том, что они моногамные. В природе очень мало моногамных пар. Только моногамные пары у нас есть, у христиан. И у полевок. То есть, когда вот эта пара полевок, если когда одна полевка умирала, не знаю, почему я про это рассказываю, то вторая не находила, не искала больше никогда пару. И когда изучали, потому что это довольно уникальный феномен в мире природы, изучали, оказывается, у этих полевок, у них этот окситоцин зашкаливает. И что они сделали? Только ученые, как эксперимент, взяли, удалили вот этот химический элемент у них. И знаете что? Перестали они быть моногамными. Стали размножаться, как кролики. То есть, о чем я говорю, что если у тебя этого окситоцина много, тогда ты, понимаешь, предрасположен общаться, предрасположен строить связи. Если его мало, тогда ты где-то такой одиночка. Интересно, что когда начали они выяснять, как этот окситоцин вырабатывается, если у тебя есть домашнее животное, ты там 10 минут гладишь свою собачку или кошку, у нее вырабатывается окситоцин и у тебя, и вы привязываетесь друг к другу. Потом ученые пошли дальше, когда муж и жена занимаются любовью, оказывается, у них он вырабатывается, а потом ученые говорят, лучше заниматься любовью. Потому что с вами связи, связи крепнут и растут. Оказывается, когда мать кормит ребенка грудью, тоже у него вырабатывается и у него вырабатывается. Я от этой темы ухожу. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что у нас у каждого есть свой какой-то химический состав. И это нам дано. Это не то, что я говорю, не хорошо, не плохо, это не проблема, это данность, это тебе дано, ты не выбирал этого. Оно у тебя есть это. И у каждого есть какие-то слабости, у каждого есть какие-то сильные стороны. Я давненько помню, однажды купил в Заре, где-то купили джинсы, а там, знаете, было так порепано на джинсах вот такое. И там, знаете, что написано, думаешь, о, бракованные джинсы написано, говорят, эти джинсы специально, говорят, испорчены, чтобы быть уникальными. То есть не надо их сдавать. И иногда в нашей жизни тоже, понимаешь, у нас у каждого есть свои плюсы, свои минусы. И ты не копия. Знаете, чем подлинник отличается от копии? Потому что вот на подлиннике могут быть трещины, могут быть, знаешь, там что-то отвалено, может быть, но оно стоит дорого. Никто репродукцию не купит за такие деньги, потому что ты смотришь, ты не похож ни на кого, ты уникальный. Поэтому даже твои погрешности, они уникальны. Ты не похож ни на одно. Одно дело, когда, знаете, штампованные вазы, они стоят копейки. Другое дело, когда ваза сделана мастером, она может быть не такая ровная, как штампованная. Там может быть есть погрешности, там может быть какие-то неровности, но она уникальна, потому что она единственная в своем роде. Точно так же ты уникален вот со своим набором хромосомы, набором железа и набором всех этих окситоцинов. Ты уникален, Ты особенный. И Давид говорит, вау, Господь, когда я насмотрел на свою ходячую химическую лабораторию, я Тебя прославил. Господи, как удивительно я сотворен. Господи, как удивительно Ты меня сделал. То есть это Твоя химия. Но опять же нам эта химия досталась, Ты ее не выбирал. Вторая карта, которая определяет Твою личность, является Твоей связи, Твои отношения. Твоя химия, Твои связи. Твои связи – это Твои отношения в жизни. В каком-то смысле Ты продукт отношений. Особенно отношения, которые были в ранние годы Твоей жизни. Эти отношения могли быть хорошими, могли быть плохими, могли быть здоровыми, могли быть нездоровыми. Но в том или ином смысле мы продукт наших отношений, особенно которые происходили в детстве. Я не знаю, сколько исследований проходило, но люди говорили так, что знаешь, как люди себя показывают, что Твоя личность, от чего она зависит? Она в значительной степени зависит от того, как ты думаешь, как самые важные для тебя люди к тебе относятся. Вот ты видишь себя так, как к тебе относятся драгоценные для тебя люди. Вот почему, будучи родителем, будучи мужем, будучи женой, будучи еще каким-то... Если у тебя есть драгоценные люди, ты знаешь, ты своим отношением формируешь их самомнение. Потом очень важно иметь правильное отношение. Но с другой стороны, мы как люди, как говорим, что мы все несовершенны. Иногда мы делаем глупости по отношению к детям, по отношению к родным, близким. Поэтому очень важно, чтобы самой большой личностью, самой главной личностью в твоей жизни был Иисус. Потому что самое важное, как к тебе относится Бог. Самое важное, потому что у Него как раз безусловная любовь. И Он всегда будет говорить тебе правду. Вот почему очень важно видеть себя глазами Бога. Мы, будучи даже взрослым, делаем глупости. Иногда мы про детей говорим какие-то вещи, которые потом остаются с ними. Поэтому очень важно формироваться и видеть, чтобы самой главной личностью был Господь Иисус. И однажды Иисуса, помните, спросили. Иисус сказал, что самое главное в жизни? Вот в двух предложениях. Что самое главное в жизни? Иисус говорит, ну, если в двух предложениях, то люби Господа Бога и люби ближнего. Самое главное в жизни, Он говорит, это не достижение. Самое главное в жизни – это не власть. Самое главное в жизни – это не успех. Самое главное – это отношения. Если у тебя есть отношения с Богом, и ты научился строить отношения с людьми, ты понял смысл жизни. Это самые главные вопросы жизни. Почему? Потому что жизнь, она все про отношения. Жизнь, она касается отношений. Будьте на связи с Богом, будь связан с Богом, будь связан друг с другом. Будьте в гармонии с Богом, будьте в гармонии с друг с другом. И какая проблема во взаимоотношениях, связях? Потому что, как я сказал о всем прежде, наши отношения тоже подвержены греху. Или они под печатью греха. Отношения разрушены. Грех рушит отношения. Отношения с Богом. Грех рушит отношения друг с другом. Помните самую первую замечательную пару Адама и Евы? Все было замечательно, покуда они не согрешили. Потом, когда они согрешили, у них порвались отношения с Богом, и Бог приходит и говорит, Адам, ты чего прячешься? Чего сшили тут? В чем проблема? Что делает Адам? Адам говорит, он, во-первых, оправдывается, и говорит, жена, которую ты дал мне, он обвиняет жену и обвиняет Бога. Ты мне ее дал, твоя жена. Я не виноват. Что сейчас происходит с отношениями, с нашими? Если я говорю про наши разрушенные отношения, мы либо оправдываемся, либо обвиняем. Либо обвиняем, либо оправдываемся. Другая проблема с отношениями. Вы знаете, чем больше у меня разрыва, тем больше у меня нет коннекта с кем-то, тем больше я его боюсь. Тем больше у меня страха. Страх строить отношения. Чем больше у тебя разрыва с Богом, тем больше ты Бога боишься. Чем больше у меня разрыва с тобой, тем больше я тебя буду опасаться. Слушай, что-то я его подозреваю, что-то у меня с ним... И наоборот. А с другой стороны, у нас какая дилемма? Нам хочется отношений. Бог создал нас. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Нам нужно быть с кем-то близким. Нам нужно быть с кем-то искренним. Нам нужно кого-то слушать и кого-то говорить. Это наша необходимость. Но из-за того, что вот эта карта отношений, она разрушена, нам очень трудно строить эти отношения. Третья карта, которая заставляет или формирует нас, это наши обстоятельства. Она от нас не зависит, правда же? Наши обстоятельства. Это вещи, которые случаются с тобой. Это вещи, которые происходят вокруг тебя. Опять же, ни одна из этих карт не под нашим контролем. Ты не выбирал свою биохимию. Ты не выбирал свои какие-то исходные связи, встречи, соединения. И точно так же ты не выбираешь свои обстоятельства. Хотел бы я выбирать свои обстоятельства? Но как-то мы их не выбираем. И то, что с тобой происходит, и то, что вокруг тебя происходит, оно все равно формирует твою личность. Ты переживал какие-то детские травмы, детские проблемы в своей жизни. Отчасти многие из нас продукты страданий, стыда, шока, боли, стресса. Проблемы так или иначе формируют нас. Давление формирует нашу жизнь. Боль формирует нашу жизнь. Если ты когда-то подвергался насилию какому-то, это влияет на твою жизнь? Было ли это физическое, эмоциональное, сексуальное, любое другое насилие? Это влияет на нас? Вы согласны со мной? Если тебе когда-то тебя бросали, предавали, это влияет на твою жизнь. Если ты попадал в аварию, это влияет на твою жизнь. Если ты переживал какой-то кризис, банкротство, это влияет на твою жизнь. Катастрофы. И от нас это не зависит. Хотел бы я, чтобы это от нас зависело, но это то, в чем ты живешь. Неплохо было бы управлять курсом доллара, да? Ну, как-то он без тебя что-то то растет, то не растет, то еще куда-то. И четвертая карта – это твое сознание. Тоже твое осознание себя. То, как ты разговариваешь сам с собой. Как ты разговариваешь сам с собой. Как ты про себя думаешь. Вы знаете, что мы все с собой разговариваем? Как там классик писал? Тихо сам с собой. Я веду беседу. Ты делаешь это все время. Ты говоришь тебе постоянно. И что ты себе говоришь? Потому что, если бы некоторые люди так говорили с друзьями, как ты сам с собой разговариваешь, у тебя друзей бы не было давно. Потому что иногда мы такие про себя гадости говорим. Иногда мы так себя не любим внутри. Иногда мы так себе… Потому что ты сам себе свой самый сложный критик. Ай, баран опять. Да ты некрасивый. Да ты глупый. Да ты такой. Да ты сякой. Ты себе такого наговорил. А это тебя формирует. Знаете, Библия говорит, что лукаво сердце человеческое. Часто мы себя обманываем. Часто мы себя обманываем больше, чем обманываем других. Мы говорим себе вещи, которые ложь. Но мы верим в эту ложь. И твое сознание влияет на твою личность. То, что ты говоришь сам про себя, влияет больше, чем другие про тебя говорят. А мы часто про себя такие нехорошие вещи говорим. И ты веришь в это. И ты повторяешь это. И ты говоришь это снова и снова. И ты говоришь это снова и снова. И потому что ты говоришь, что это становится реальностью в твоей жизни. И твои привычные мысли становятся твоей личностью. Библия говорит, притча 23,7. Как думает человек в своем сердце, таков он и есть. Что ты думаешь о себе, таков ты и есть. И знаешь, в чем удивительная вещь, что когда ты думаешь какую-то мысль, она не обязательно должна быть истиной, чтобы тебя ранить. Ты просто должен в нее верить. Если кто-то говорит, скажем, ты никогда не состоишься. И ты веришь в это. И повторяешь это. Ты не состоишься. Есть такая хорошая фраза. Человек, который говорит, я не могу, и человек, который говорит, я могу, они оба правы. Во что ты веришь? Ибо как человек думает, таков он и есть. Поэтому будь осторожен, как ты мыслишь про себя. Потому что мысли управляют твоей жизнью. Если ты думаешь достаточно долго о чем-то, рано или поздно ты там будешь, ты становишься этим. И часто проблема, что те страхи, которые у нас есть, они становятся такими, знаете, самоисполняющимися пророчествами. Я боюсь, 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 я боюсь летать, я боюсь летать, я боюсь летать. Знаешь, что будет с тобой, когда ты сядешь в самолет? Ну, ты, конечно, испугаешься. Это проблема страха. Твои опасения становятся реальностью. Мы начинаем действовать именно таким образом. Я боюсь, чтобы не сделать этого, и ты боишься этого, и ты это делаешь. Или я боюсь, что этого не смогу, и неудивительно, ты этого не можешь делать. Ну, друзья, запомните, твои чувства не являются фактами. Это просто чувства. О, я чувствую себя непривлекательной, это не значит, что ты есть непривлекательной. О, я чувствую себя такой-то глупой, это не значит, что ты есть такой. Я чувствую, что никто никогда на меня не женится. Ты уверен? Чувство не является фактом, не просто чувство. А чувство не обманывает нас все время. Это влияет на твою жизнь. Ребята, я рад, что вы досидели до пятой карты. Есть такая карта, которая всем карта-карта. Слава Богу, что тебе ее раздали. Эта карта настолько имеет важное значение, что она контролирует все другие карты. Вот если ты ее получил, раздачу, все, ты победитель. Сразу можешь на стол в классе. Угадайте, что за карта? Ну, конечно, Иисус. На первой карте тоже. У нас все просто. Говорят, на белочку похож на Иисус. Пятая карта. Она, конечно, связана с нашим Господом и Спасителем Иисусом. Но эта карта – это твой выбор. Твой выбор. Библия говорит, что мы с тобой созданы по образу и подобию Бога. Знаете, никакие другие животные не были созданы по образу и подобию Бога. Ни коровы, ни кролики, ни обезьяны. Только человек создан по образу. Что это значит? Это значит много вещей. Но одна из главных вещей, что это значит? У нас есть свободный моральный выбор. Ты можешь выбрать. Собаки не могут сделать моральный выбор. Они имеют инстинкты. Но они не знают разницу между добром и злом. Кошки, слоны не могут сделать моральный выбор. Нет такие этики слона или этики кошки. Там нет морали для слона. Но у нас есть выбор. Ты можешь выбрать. Знаешь? Потому что ты создан по образу Божьему. Ты можешь выбрать. Бог создал тебя. Таким образом. Свобода выбора – это величайшее благословение. Но, с другой стороны, величайшее проклятие, конечно, значит, что ты выберешь. Но то, что ты можешь выбрать. Аллилуйя! Слава Богу! Хорошие решения принесут хорошую жизнь. Победу. Плохие решения – плохую жизнь. Ну вот, хорошая новость, вот, кстати, с силой выбора. Знаешь, что вот эта карта может изменить все остальные карты. Она может дать тебе победу. Твой выбор может определить и другие карты. Скажем, я не выбирал свою химию. Я не выбирал свой там состав химический какой-то. Но знаешь что? Но я могу выбрать, что мне делать с этим телом. Что у меня есть. Это мой выбор. Я могу выбрать, что сделать от меня зависящее, чтобы это было лучше. Я не выбирал мои прежние отношения. Не выбирал маму и папу. Не выбирал детский садик. За меня там все выбрали. Но я могу выбрать, как на это реагировать. Я могу выбрать новые отношения. Я могу выбрать, как узнавать и строить новые языки общения. Я могу выбрать много других вещей. Я не выбираю мои обстоятельства. Но я могу выбрать, как реагировать в этих обстоятельствах. Я могу выбирать доверять Богу в этих обстоятельствах. Опять же, я не выбирал там свое самосознание, как я говорил, но я могу выбрать думать новые мысли, перестать думать, верить в то, что я верил, верить в другие вещи. Это хорошая новость или нет? Давайте поговорим вот об этом выборе первом. Ты не выбирал свою химию. И меня не интересует, какая у тебя дисфункция в твоей жизни. Я знаю одну вещь. Я хочу, чтобы на эту вещь сказал, амень. Ты можешь быть более здоровым, чем ты сейчас. Аллилуйя, спасибо. Ты можешь выбрать, чтобы быть более здоровым. Есть вещи, которые ты можешь сделать, что позволит повысить твою энергию, понизить твое давление. Есть вещи, которые ты можешь сделать, что заставит тебя, даст тебе больше власти, больше здоровья в твоей жизни. Ты можешь лучше питаться, ты можешь спать больше. Аллилуйя. Ты можешь уменьшить стресс. Это твой выбор, если ты захочешь. Есть множество вещей, которые ты не властен, но есть много вещей, где ты можешь выбрать. И вместо того, чтобы оплакивать тот факт, что ты не имеешь олимпийское тело, что ты не спринтер, не гимнаст и еще кто-то, а просто сделай выбор. У меня будет лучше здоровье, чем в прошлом году. У меня будет лучше здоровье, чем с тем, что оно есть. Можешь это выбрать или нет? Можешь. И все, и аллилуйя. Понимаешь, есть потрясающий Псалом 118, Давид пишет так. 118 Псалом, 73 стих. Говорит, руки твои, Давид пишет, тоже восхищая. Он всегда восхищался. Вот такого комплексов не было. Он говорит, руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научи заповедям твоим. Он говорит, Господь, ты меня таким удивителем создал руками. Я говорю, дай мозгов в этой голове, чтобы познать твой закон. Господь, мое тело целая химическая лаборатория. Господь, вразуми меня, научи меня своим уставам. Как относиться к этому подарку правильно? И весь народ Божий да скажет, аллилуйя. Есть некоторые вещи, которые можешь научиться. Есть какие-то хронические болезни, выясни причину управления, там боли, почему там болит. То есть, кому-то нужно к стоматологу записаться, друзья. Вот воскресная проповедь про стоматолога. Ну, правда, иногда мы там, знаешь, тянем-тянем, пока все надо вырывать. Бог тебе такой зуб дал классный. А ты его профукал, понимаешь? Есть выбор. Выбор. Второй выбор. Пускай, что отношения. Ой, какие изранные. Сколько нам проблем приносят отношения. Я не выбирал эти отношения, так получилось. Знаешь, что ты можешь сознательно выбрать, чтобы улучшить отношения. Твои отношения могут быть лучше, чем сейчас. Ты можешь выбрать, углублять свои отношения. Узнать какие-то навыки общения. Построить новые, здоровые отношения. Заменить плохие отношения на здоровые отношения. Ты можешь работать над отношениями. Это все работает. То есть ты можешь рисковать, создавать новые отношения. Почему я сказал рисковать? Потому что страшно создавать новые отношения. Потому что, знаешь, всегда любая связь, любые отношения – это некий риск. Если ты собираешься строить новые отношения, ты будешь рисковать. Но знаете что? Это неудобно порой. Но никто еще не умер от неудобства. Ой, так неудобно. Скажем, если мы вернемся к вопросу брака. Многие сестры подходят ко мне. Пастор, я там мечтаю выйти замуж. Но в глубине души мне хотелось быть замужем. Но это повторно. В моем возрасте я уже никому не нужна. И там, говорит, никто не хотел бы за меня выйти замуж. Ты уверена? С чего ты взяла? Да вот, я так выгляжу. Ты не видела, кого я сочетал. Прекращай. Прекращай. Я помню, мы тут валились. У нас на старшем поколении бабушки. Ой, я слишком старая. Ты видел, у нас тут такие свадьбы играются в старшем поколении, друзья? Никогда не слишком старые. Ну, я вот боюсь. Никому не нужен. Никто не хочет жениться на мне, в моем возрасте. То есть, эй, прекращайте разговоры. Мне так неудобно. Неудобство еще никого не убило. Конечно, это неудобно новые отношения. Но, тем не менее, добро пожаловать в человечество. То есть, как мне избавиться от страха? Как мне избавиться от страха от строительства отношений? Да как? Ну, не бойся, да и все. Действуй против страха. Делай, действуй то, что боишься больше всего. Библия говорит, что любовь изгоняет страх. Почему любовь изгоняет страх? Да потому что любовь, она не сконцентрирована на себе, она сконцентрирована на других людей. Некоторые люди говорят, ой, мне так трудно строить отношения. Я вот уже 10 лет в слово жизни в домашнюю группу не хожу. Почему? Ну, мне так неудобно. Говорю, неудобство никого еще не убило. А вдруг они там шпинат увидят у меня во рту или туалетную бумагу сзади. Он мне так неудобно. А как они на меня посмотрят? Да никто на тебя там не смотрит, все только на себя смотрят. Потому что они никому на тебя не делают. Но когда ты сконцентрирован на себе, почему любовь убивает страх? Если бы я всю неделю думал, ой, 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 я сейчас вот выйду, они на меня всех смотреть будут. И все что-то будут про меня говорить не понравилось, а что-то Олег загнул там. Я бы если бы... Да какая разница? Я пришел, чтобы тебе послужить. У меня есть хорошая проповедь. Хочу тебе рассказать, записывай, конспектируй, все. Какая разница? И тогда... И любовь, она побеждает страх. И тогда мне уже не страшно. Ну, страшно маленько, но не так. Вы понимаете, да? И... Чего про меня подумают? Я такое заблужение, что про тебя кто-то что-то должен думать все время. Да никто про тебя ничего не думает. Это все про себя только и думает. Знаете, некоторые думают, что смирение – это меньше думать о себе. Я не умею, я ничего не стою, я мусор. Нет, смирение – это думать о себе меньше. Не меньше о себе, а о себе меньше. Меньше о себе думаю, думаю про других, и все. И чем ты меньше думаешь про себя, тем больше ты думаешь про других. Когда зависошно думать о других, то тебе нет проблем. О, домашняя группа? Аллилуйя. Иду помочь кому-то. И все получается потом. Знаешь, любое противоядие твоей социальной фобии – это оторвать взор от себя любимого, перестать быть эгоистом и думать о каком-то другом. Просто думать о другом. Страх – это не логика. Страх не побеждается логикой. Потому что страх, он сам по себе нелогичен. Страх побеждается действием. Когда идешь и делаешь то, что боишься. Слушай, а что я этого боялся? Лучший способ избавиться от страха – делать то, что ты боишься больше всего. Это противоядие против страха. Ты двигаешься, и страх исчезает. И ты строишь новые отношения. Ты говоришь, ну, Олег, я любил, и я погорел. Я отдал свое сердце на блюдечки ей. Она приняла его, растоптала его и пустила в мясорубку там. И сделала гамбургер из него. И мне до сих пор, как больно от этого. И что, брат? Ты ждешь сочувствия и оправдания, что больше никогда не будешь любить снова? Покажи мне в Библии такое место, где говорится, если ты был ранен любовью, больше не люби никого. Нет такого места. Потом ерунда это все. Ты можешь любить. Любить означает рискуй отношениями. Выходи, делай что-то. Знаешь, ну, я пытался любить этого человека. Он такой вот заблокированный, такой вот отмороженный. Что мне делать, когда моя любовь не принимается? Послушай, в этом мире миллионы людей, которые жаждут твоей любви. У нас целая домашняя группа уходит к сиротам. Они жаждут твоей любви. У нас есть старшее поколение, но жаждут твоей любви. У нас есть так много людей, которые жаждут твоей любви. Прекращай. Продолжай любить. Строи отношения. Вы здесь, друзья? Аллилуйя. Ну что, что-нибудь говорим? Про травмы поговорим, про обстоятельства. Третья карта как перекрывается? У меня уже время ушло. 37 секунд, надо еще 5 карт. Хорошо. Знаешь, что обстоятельства, травмы, боли, давление, проблемы, стресс, страдания. Как эту-то карту побить? Доверяй Богу. Научись доверять Богу во всем. Выбери доверять Богу независимо от твоих обстоятельств. Это то, что дает тебе... У тебя есть такая вот возможность, как у верующего человека, доверять Богу. Ты не можешь контролировать все. Ты не можешь контролировать. Хорошо бы контролировать курс доллара. Давно бы обогатились. Ты не знаешь, что ты опять проснешься, что они завтра скажут. Вверх он пойдет или вниз он пойдет. Хорошо бы контролировать еще какие-то вещи, санкции. Ну и как-то не дано нам пока. Но знаешь, что нам дано? Господь, пойдет он вверх или вниз? Я буду доверять тебе. Здесь посвящающее место. Римлянам 8 глава. Читали, да? Любящим Господа. 26 стих. 26 стих. То любит Бога, то призван по Его изволению. Все содействует ко благу. Они говорят одно, другое. Господь, я не знаю как, но я принял решение тебе доверять. Я уповаю на тебя. И в моих обстоятельствах хорошие они, плохие. Аллилуйя или не Аллилуйя. Я доверяю тебе. Тот же Давид, который про свое тело так писал. Знаете, что в 33-м псалме писал 2 стих. Благословляю Господа. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моей. В любое время, в любой сезон я могу славить Бога. И вот эта привилегия, вот эта уверенность, она нет ни у кого, кроме как у верующих людей. Ее нет в Кремле, ее нет в Белом доме. Оно есть, у тебя есть. Я могу доверять Ему. Прими решение. Вот это у тебя, выдалите. Вот это прилетело. Я доверяю тебе, Господь. Я уповаю на тебя. Ты моя скала. Ты мое спасение. Это доверие, которое ты не получишь нигде в мире. Аллилуйя. Вот здесь и последнее, четвертое. Ты можешь выбрать то, что ты думаешь. Оказывается, ты можешь выбрать свои мысли. Знаешь, ты не можешь изменить то, что люди про тебя говорят, но ты можешь свой внутренний разговор поменять. Знаете, интересно, в 21 веке больше всего изучали. Сейчас мы продвинули. Уже, да, уже можно играть, Наташа. Игри, играй. Все, уже. Где мы были-то? Интересно, что последние 20 лет человечество уникальным образом, оно сделало революцию просто в понимании о том, как функционирует наш мозг. Потому что весь 20 век, если ты посмотришь какие-то учебники, которые говорят про мышление, про самосознание, заявлялось так, что человек, он сформирован, вот, будучи молодым человеком, он сформирован ребенком, и вот он должен нести это, вот то, что сформировано, это уже взрослого человека, не переделаешь. Пока не стали производить удивительные эксперименты, удивительные исследования с мозгом. Оказывается, и в 2002 году один профессор получил Нобелевскую премию, потому что он доказал что-то, что и взрослый человек может поменяться, оказывается. Что наш мозг, это не цементом, который зацементирован в пятилетнем возрасте, и все. И теперь ты предопределен. Оказывается, ты можешь изменить. Когда ты мыслишь, когда ты мыслишь, возникают разные биохимические соединения, возникают электрические разряды, и там происходит, если ты мыслишь определенным образом, я никто, я не что, да я вот, я ничего не могу, я там эти, это нейронные связи возникают, и там такой, знаешь, путь. И потом, когда какая-то мысль приходит, она в эту канавку попадает, и все, я не что, я не что, у тебя уже такой образец, такое мышление. У некоторых там целый Гранд Каньон уже такой, знаешь. Я не что, я ничего, я нет. И они говорят, ну я такой, ну я так мыслю, ну я вот такой. Он говорит, эй, ничего подобного. Хорошо, что ученые догнали. Дарим нам 12 главы 2 стихе. То, что Библия говорила давно. Преобразуйтесь обновлением вашего. Преобразуйтесь. Говорит, ты можешь строить новые нейронные соединения, новые пути. Мои пути, не твои пути. Бог говорит, бери мое слово, исповедуй его. Верь в то, что я говорю тебе. Прекращай ты этот внутренний дурацкий разговор. Хватит уже себя клеметь. Возьми. Хватит уже перетрицать там. Может быть, ты и продукт твоего прошлого, но ты не заложник своего прошлого. Ты не пленник своего прошлого. Может, ты и продукт того, что с тобой было. Да от этого не выбирал. Бог говорит, ну слушай. То во Христе Иисусе тут новое творение. Ты можешь выбрать думать по-новому. Возьми мои мысли. Не твои мысли. Возьми мои пути. Не твои пути. Исповедуй их. Говори их. Повторяй их. Повешай их там. Куда-то там. На туалет. На холодильник. Куда ты больше всего ходишь. От одного места к другому месту. Смотри на это. Исповедуй это. Говори это. Повторяй. Перевешивай это. И ты увидишь, как у тебя возникнут эти новые соединения. Новая тождественность. Меня себя удивляло, когда ты читаешь филиппийцам 4 главы 8 стих. И Павел им так, знаете, говорит. Народец, братья. Что истина. Что честно. Что справедливо. Что чисто. Что любезно. Что достославно. Что добродетели похвала. О том помышляйте. Я-то думал, мои мысли, мои скакуны. Что приходит, то приходит. Не-не-не. Ты можешь выбрать, о чем мыслить. Ты можешь формировать эти новые связи. Новые пути. Ну и что, что так оно было. Ну и что, что так было. Ты не заложник своего прошлого. Во многом и продукт своего прошлого. Но мы не заложники. Мы не пленники. У нас есть эта карта выбора. Аллилуйя. И ты смотришь, на всю эту шваль, что тебе выдали. Думаешь, аллилуйя, Господь. С биохимией будем работать. Садимся на диету. Идем записываемся к стоматологу. Что там еще. Пьем витамины. Так, что у нас там. С отношениями, со связями. Да, проблемка с отношениями. Друзья у меня какие-то все странные. Все из прошлого. Мы все хорошо поработаем с отношениями. Будем заводить новую дружбу. А если не примут? Если отвергнут? Ничего страшного. Не боимся. Любовь, она не боится. Строим новые отношения. Что там с обстоятельствами? Ух, обстоятельства не сладкие. Я принимаю решение. Я доверяю Богу в этих обстоятельствах. Бог позаботится обо мне. Он не позволил мне быть искушаемым сверхсил. Что там последнее? С мыслями, с кокунами. С кокунов будем объезжать. С кокунов будем укращать. Я буду мыслить то, что Бог говорит. Я буду читать слово. Я буду избавляться от мусора. Зачем? Не буду загаживать эту голову китыми вещами. Ну, нам же все можно. Все можно, не все полезно. Фильтруй, что в твою голову попадает. Зачем тебе? Твоя голова не мусорка, чтобы там, знаешь, свалить всякие гадости, слушать всякие гадости. Слушай правильные вещи. Ты можешь выбрать. И пятое, последнее. Музыка играет, надо заканчивать. Ты можешь выбрать Иисуса как своего спасителя. И когда я говорю об Иисусе как о своем спасителе, я говорю не только о том, что Он спас тебя из ада в рай. Я говорю не только о том, что Он спасает тебя от твоих грехов. Я не только говорю о прощении. Я говорю о разрешении Иисусу быть Господом и Спасителем каждый день в твоей жизни. Это все меняет. Выбери Иисуса как своего спасителя на каждый день. Знаешь, сделай выбор, что в моей химии я доверяю Иисусу. Ты мой спаситель. Иисус, Ты спаситель моего тела. Ты исцелитель моего тела. Я доверяю Тебе. Я выбираю Тебя как своего спасителя. Иисус, Ты нужен мне, чтобы спасти меня от моей химии и биохимии. Ты нужен мне, чтобы спасти меня от моих физических, эмоциональных, психологических дефектов. Субтитры создавал DimaTorzok